Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Crazy Life, на волнах позитива и креатива мы продолжаем играть в StarCraft 2, а именно в игротеку, именно в разные карты. Дело в том, что я очень сильно зациклился на карте Deezer Strike, хотя есть еще одна замечательная карта, по которой я уже давно хотел снять видос, но не снимал только лишь потому, что она, скажем так, очень и очень зависит от союзников. То бишь, если у вас попались хотя бы даже не умеющие играть немножко союзники по тактике на этой карте, то, соответственно, вы сольете. Ну и поэтому очень, скажем так, тут много рандома. Кто у тебя попадется, если попадются хорошие союзники, то как бы хорошо, если нет, то нет. Вот, но, но, давайте, ребят, я все-таки этот эпизод сниму по карте, как вы уже могли догадаться, Nexus Wars. И, ну, неважно, выиграем там мы или проиграем. Давайте попробуем принять. Я в эту карту уже очень давно играю. С определенной периодичностью. Она чем-то напоминает Deezer Strike. Здесь также есть базы, здесь также есть строительство юнитов, но есть небольшие особенности. Если вы в нее не играли, сейчас мы все с вами разберем. Очень интересная картулька. Ну и, собственно, ждем еще двух союзников. Тут у нас, получается, бой идет 4 на 4. Если у нас в Deezer Strike, получается, войска встречаются по одной линии союзника и противника, вот, то здесь у нас, получается, две линии. То бишь, два сверху, два снизу. Люди делятся, сами там уже между собой решают, кто будет сверху, снизу. Ну вот, и, собственно, защищают одну базу. Ну что, ждем. Я постараюсь быть максимально позитивным на этом эпизоде, потому что... Дело в том, что я вот пришел с работы, у меня ужасно болела голова. Я выпил уже все, что только можно выпить. Она начала потихоньку проходить, и я вот начал потихонечку писать видосы. Но до сих пор еще, скажем так, колышет. Вот, поэтому я постараюсь не подавать вида, делая вид, что все хорошо и все нормально. Так что, ребят, если я где-то что-то затуплю, то уж извиняйте. Ну что ж, поехали. Вот здесь, получается, линия разграничения между низом и верхом. У нас есть все три расы, поэтому мы можем строить что угодно. Но я играю протусами. А что я делаю? Почему я строю именно на этой линии? Потому что здесь можно сделать такую хитрость... Блин, союзники мне мешают. Здесь просто можно сделать такую хитрость, что я могу вот так вот посылать войска как наверх, так и на низ. Ну это такой небольшой лайфхак в этой игре. Вот, но, собственно, если мы строим здесь, то мы уже никуда посылать не будем. Вот линия разграничения. Все, что построено над ней, соответственно, идет по нижней линии. Что построено выше, то идет по верхней. Ну что ж, давайте приступим. Инкам у нас голда собирается, получается, количество построек. То бишь, каждая постройка дает какое-то определенное количество голды. Вот, наши юниты встречаются. Противника тоже идет по низу, у нас по низу. И сверху та же самая ситуация. Ну что ж, я коплю сейчас, наверное, на дарков. Да, я дарков привык строить. Следующим это дорого, но, тем не менее, мы получим такой небольшой профит в начале. По балансу здесь, в принципе, все так же, только есть, правда, небольшие особенности, но, в принципе, баланс такой же, как и на ладере. Здесь получается рипер, он же опс, а у меня опсы это сентри. Поэтому, если я вижу там, допустим, дарков, то мне надо строить побольше сентриков. Отлично, отпустили этого зила. Чем, я не знаю, плохая или хороша эта карта, то, что здесь очень долго поначалу раскочегариваешься, но здесь очень много различных тонкостей есть, которые надо знать. То, что здесь есть ядерное оружие, которое дается одному игроку, одно ядерка. И ее надо юзать очень, как бы, скажем так, ну, грамотно, потому что, потому что, потому что, потому что здесь можно строить еще фотонки у себя на базе. То бишь, если человек, допустим, играет впервые, он не знает, что есть фотонки или не понимает этого, он начинает пулять ядерками, потом приходит к тебе какой-нибудь выход, у тебя уже ядерки нету, ну и ты слил. Вот, поэтому в этом плане надо быть подкованным, скажем так, в этой карте. Плюс еще здесь есть вот такой пилончик, позволяющий дополнительный инкам наращивать. Тоже классная вещь. Здесь у нас, получается, здание по апгрейду юнитов. Тут апгрейд юнитов не так, как на ладере. Там сколько? Три грейда на атаку, три на защиту. Тут у нас грейды, по-моему, до десятки идут. То бишь, 10 на атаку, 10 на защиту. И здесь же можно нанимать персонажей. То бишь, здесь есть три героя, которые помогают уничтожать волны противников. Вот, но в основном все юзают Керриган за счет там способности, сплэшом она долбит. Ну, в общем, сейчас посмотрим, если мы дойдем до такой стадии игры, то ладно, если нет, то нет. Там, если деньги будут, может быть, я там подстрою, попробую. Покажу вам. Так, давайте, ребят, Сентрика впилить. С Сентрики дело в том, что... Сейчас я маленькую хитрость сделаю. Отменяю и заказываю. Зачем я так сделал? А затем, что у них тайм-аут выхода одинаковый, и у меня, получается, Сентрик пойдет за Зилом, а не где-нибудь там перед Зилом. То бишь, он должен идти за Зилом. Вот поэтому я так немножко подконтролил. Что-то противники очень какие-то, по-моему, инертные. Ох, минус мой Дарок. Дарка снесли. Давайте продолжать достраивать Сентриков. Вот чувак копил на Кристалл. Кристалл не порождает воинов, но он дает онкам, но он дороговастый. То бишь, тут надо чувствовать, скажем так, вот эту грань, когда его лучше построить, когда лучше подкопить немножко денег. Так, этот Сентрик выйдет чуть позже, но ладно. Это своего рода так называемая синхронизация. Даже союзник вам может написать синк. То бишь, синхронизирую войска. Тут все пустится. То бишь, получается, мы уже поднялись на рампу, на хайграунд к противнику вот здесь. Но здесь неважно, подошли вы, не подошли к хайграунду противника, потому что там могут быть фотонки. Там еще, вот видите, рабочие могут атаковать. У вас еще ядерку могут пульнуть. То бишь, это еще ничего не значит. Вот когда вы уже будете конкретно долбить базу противника, тогда да. Тогда вы молодец, тогда вы красавчик. Так, я походу буду сейчас синхронизировать. Сейчас все три синтрика отменю. Но зато они у меня будут все четенько выходить. Сейчас подзила как раз. Три синтри отменяю. Тут же три синтри заказываю. Все. Примерно так. Я немножко завтыкал, там небольшой будет пробел. Ну да ладно. Он очень маленький. Что там сверху? А сверху видите, их продавливают наших союзников. Ну давайте я напишу, потому что мало ли, может новички сейчас ядерку запульнут. Билд кэнон. Билд кэнон. Ну типа защитную турельку. Вот она. Ее кстати можно тоже апгрейдить. Их ограниченное число. Их всего две турели на человека. Поэтому я бы конечно может быть и помог бы нашим союзникам сверху. Но тогда если на нас волна пойдет, тогда я уже ничего не сделаю. То бишь тут видите как все. Хочешь помочь союзникам и в итоге. Ну походу придется. Смотрите что творится-то. Походу. Ага. Тут уже психи пошли. Давайте я им построю, раз они втыкают. Тем более, что эта фотонка сейчас мне отработает. Она же будет пустить противника, зарабатывать голду. Но вот видите, я построил сверху. Сейчас могут снизу продавить. Потому что я 150 минералов потратил. А копил их на психа. Сейчас придется копить еще и на низ. Плюс, чтобы снизу поставить. Фотонка чинится. Так что ничего страшного. И как бы всеми четырьмя рабочими можно ее чинить. Но плюс еще апгрейды. Но апгрейд там дорогой как бы. Давай, давай дорог. А кто его палит? Не понял. А, сентрия же есть. Сентрия, сентрия, сентрия. Вот если бы сентрю снесли, тогда нормально. Но сейчас надо копить на фотонку. Потому что видите, они идут. Даже если одного психа поставлю. Ну и что? Но он их не сдержит. Сейчас поставим фотонку. Отобьемся. Потом уже можно будет и психов заказать. В любом случае, фотонка это хорошо. Потому что, повторюсь. Она пустит противников. Зарабатывает голду. Но вот смотрите, что творится. Они вообще не вникают. Они не строят фотонку. Хотя, как бы, я им не обязан строить. Я мог и не строить, конечно. Но им бы тут пронесли здание. И потом бы базу вынесли. База-то одна. Вот. Тут все пустится. С нашей стороны. Причем пустится. А тут что? Фотоночка. Настреливает. Зарабатывает мне бабос. Что такое? Что ты маякуешь? Главное не, что ты маякуешь. А кому ты маякуешь? Я, как бы, видел это все. Окей. Ты лучше воткни сам фотонку. А то что ты маякуешь-то? С голдой вообще проблемы. Ждем, ждем. Копим 150. Вот у меня такое ощущение. Сейчас он как зафундурит сюда ядерку. А это может случиться такое. Вышел дорог. Но его быстро сносит. Потому что, смотря, это опс. Повторю. Здесь еще есть касты у базы. Просветка. Плюс еще буст. Буст сейчас я кину на фотонку. Чтобы она побыстрее разобрала это все дело. И сразу пытаюсь ее вычинить. Вот. Ну, наконец-то пошла фотонка. О, все. Это кто? Это наши, походу, пусканули. Им не в домек. Я же писал. Билд Кэнон. Что за ядерки? Это все. Это среди сильных игроков. Если ядерку заюзал на такую толпу, это проигрыш сразу будет. Тебя просто вынесут потом. Так, давайте, ребят, сейчас пока побременю с психами. Поставлю пилончик. Угу. Биндану его куда-нибудь сюда, допустим. Его тоже можно апать за голду. Но я его апать не буду, как бы. Сейчас он кусь. Пусть пока... Так, нам приносит два босса. А мы сейчас психов немножко построим. Они как раз будут сплэшом долбить. И когда, в принципе, они скопятся, так неплохой урон они вливают. Вливают. 150. Вот они, таймеры выходов. А, вру, вру, вру. Это не таймер выходов. Это таймер, когда вам бабосы дадут. Таймер выходов у каждого здания свой. То бишь, чем круче юнит, тем дольше он выходит. Угу. Тут, смотрите, с андреули скопились уже. Два дарка танкуют с зелом. А сверху что происходит? Сверху потихоньку они выковыриваются. Но, ребят, ядерку кто-то заюзал. Угу. Сказал Ю, ребят, чуть не сказал Юле. Дело в том, что с девушкой постоянно играю. То в Диабло, то в Лол. Так что, извиняюсь. Запилим еще одного психа. Давайте, знаете, штучки четыре. Можно даже шесть построить. Это фейл. Вот зачем здесь поставили фотонку? Дело в том, что у нее не такой уж большой рейндж. Смотрите, сюда подходит враг. Херачит бараки. Получает за это голду. Ты теряешь войска. И все. И какой смысл в твоей фотонке? Давайте тогда я уже по мере возможности буду отвлекаться наверх. У нас линия нижняя. Поэтому я в основном буду больше внимания ей уделять. Сейчас как раз у нас дополнительные бабосы будут. Мы поставим еще одного психа. Закажем еще одного. Дело в том, что, вот видите, союзники здесь вот так вот настроились. И я отказался им помогать. Потому что я бы мог выстроить вот такую линию психов. Посылать их то наверх, то вниз. А так я просто заблокирую свои здания. Еще неизвестно, куда там мои войска потом пойдут. Вот тут, смотрите, тоже грамотно сделали. Две фотонки поставили. Это все правильно. Они отковыряются, безусловно. Они отковыряются. Плюс они еще могут бустить. Так же, как мы. Давайте еще запилим психа. Я думаю, даже можно штучек 6 поставить. 4 это, пожалуй, мало. Потому что, видите, здесь шторма, в принципе, так неплохо даже технику дамажит. Ну, такую легкую технику. Я имею ввиду сталкеров. Когда ты приходишь, тебе раз шторм, два шторм, три шторм. То есть, все равно они дамажат. По площади так неплохо. И просаживают противника. А в последующем, конечно, будет выход в аэр. Но это чуть позже. Это если еще дойдем до такого уровня. Потому что, сами слышали, обнаружен запуск ядерной ракеты. А это ничего хорошего не сулит. Психами управлять, к сожалению, нельзя. О, это он же брудов пошел строить. Вы посмотрите, сколько их там уже. Три штучки. Ну что ж, надо выходить в аэр, потому что... Не, ну он поторопился. Это слишком ранняя стадия игры, чтобы выходить в брудов. Действительно, очень ранняя. Хм. Не знаю, может такой билд. Я уже как-то давненько не играл на этой карте. А раньше как-то завсегда поигрывал. Но вот из-за того, что очень большой рандом с союзниками, то я не особо, скажем так, стремился на эту карту. Потому что видели. Ядерка запущена, все это проигрыш. Ну, псих. Давай, давай, давай. Где там еще психи? У нас не так много психов-то. В принципе, пять штучек. Ага, заказываем феника. Накидываются шторма. А когда психов много, когда они еще скопились, они просто проштормливают вообще все и вся. И неплохой прирост потом по бабосам получается. Их что ли построить? Или сразу батоны? Давайте лучше сразу батоны. Но вообще так рано не свитчатся в воздух. Это что-то какой-то фейл. А у нас союзник тоже протас? Да, тоже протас. Понятно. Бруды карают все. Все и вся. Они не прокачены, а земля тоже не прокачена. Ну, понятно. 350. Дороговато, дороговато. Да тем более, один батон он вообще не зарешает. Ну вот, за счет психов может быть вырулем. Потому что они так неплохо сплэшат. Приносят нам бабосы. И что же делать-то? Может продать фотонку, которую мы построили для наших союзников сверху. И запилить у себя. Но, скорее всего, придется апгрейдить свою фотонку. Потому что у нее будет сразу и урон. Выше намного и ренч больше. Потому что одним, там, двумя батонами мы это не отковыряем. Они в относительной близости уже от нас. Психи кидают кривые шторма, кидают там на милишников. Вот, сейчас более-менее еще штормик был. Ладно, давайте апать фотонку. Это дорого, но это может спасти нам жизнь. Самое главное, чтобы союзник не заюзал ядерку. А что там сверху у противников? Точнее, противников у союзников тоже продавливают. Фотонка наша как стояла гордая, в гордом одиночестве так и стоит. Фотонки они не добавляют. Хотя, как бы, пора. Угу, накидывается шторма. Кристальчик, кстати, можно только один строить. Не сказал об этом моменте. Но все равно, все равно, смотрите, психами мы так неплохо отсплэшили. Потому что их было бы намного больше. Сейчас они просто дойдут до Фотонки. А мы с ними постараемся подраться по-грамотному. Ну и, собственно... Ах, сверху уже лупят. Вам что, не вдомек, что это... Можно улучшить Фотонку. Там надо улучшать только лишь потому, что... Пошли такие, скажем, тяжелые войска уже. И там... Скажем так, базовыми Фотонками уже не отговыряться. То, что ты пошел в грелки, это минус масс... По крайней мере, на этой карте масс... Туры контрят масс грелки. Билд. Угу. Все, начала пушка наша работать. Давайте еще ее бафнем. Ой, я, наверное, поспешил. А, нет, нормально, нормально. Давай, давай, давай. Нарезай, нарезай. Ой, я же не чиню. Черт, я забыл поставить автопочинку. Хотя нет, лучше автопочинку не ставить, потому что она будет... КСМ-ка ездить и чинить все, что не по поди. Все, что не нужно. Еще бустуем. Пытаемся расковыряться. Можно пока улучшить кристалльчик. Все равно стоим, все равно ничего не делаем. Во. Потихонечку сейчас, ребят, расковыриваемся. Но видите, если поверху продавят, то все, мы все равно все проиграем. Все. Мы вырули. Сейчас мы уже пойдем давить. Давайте добавим батоны. Сейчас пока что рано их синхронизировать. Хотя, в принципе, можно. Батон вылетел. Давайте эти синхронем. Я просто их отменил. Они сейчас сами закажутся автоматически. Можно даже, наверное, сделать маленькие-маленькие грейды. Но сильно ими не увлекаться, потому что грейды дорогие. А нам самое главное сейчас раскачать экономику. Даже банально. Мы строим батонов и увеличиваем прирост в уголде. Улучшение завершено. И улучшаем выпуск дронов этих перехватчиков у батонов. У них еще грейдов нету ни на землю, ни на воздух. Но это дорого, дорого, конечно. Они сейчас, видите, раскачивают в основном количество войск. Экономику саму. Тоже батоны, смотрю, пошли. Пока непонятно, у него там действительно один батон или просто у него войска не синхронизированы. Сейчас сразу закажем еще один батончик. Давай, 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 давай. Так, а вот это надо биндануть. Чтобы я здесь не искал его, сразу мог тыкнуть и улучшить то, что мне нужно. Все пустится отлично. Так, у нас фатонка там вычинена. Давайте ее починим. Сейчас как раз и есть время на это. Обнаружен запуск ядерку. Опа, ядерку. А, кстати, может быть, я грешил. Может быть, это не наши союзники пустили ядерку, а противники сверху. Так что не факт. Потому что когда противник пускают, тоже говорят, обнаружен запуск. Вот, тут уже четыре фотонки. Смотрите, они еще улучшают их. Не, ну это правильно, правильно. Давайте сделаю грейды еще на атаку. На батоны. Если удастся убить фатонку, будет хорошо. Мы получим бабосы. Но что-то пока вроде не получается. Они живучие, они живучие достаточно. Их же и вычинивают еще постоянно. Ну, вроде как и лупим, пытаемся. Еще улучшаем атаку. Отлично. Видите, 50 бабосов получил за уничтожение фатонки. Давай, 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 у меня батоны. У нас лимит ограничен 90. А если какой-нибудь союзник выйдет, то у нас будет, по-моему, 120. Поэтому в будущем, в будущем, в принципе, да, можно сейчас... А, зря, зря, зря. В будущем надо продавать здание, чтобы освободить лимит. Но зря я продал дарков, потому что дарки тоже нам приносят бабосы. Вот. Само здание. И неважно, контрят их, не контрят, они бабосы приносят. А я взял и продал. Тем более, что лимит у нас нет еще. У нас лимит еще свободный. Так, давайте запилим еще батончик. И сейчас мы их синхронизируем. Сейчас вот этот вылетит. Просто все отменяем. Отлично. Ну и давайте еще один добавим. Там союзник наш тоже уже что-то продает. Ой, 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 потихоньку выходит на нас. Ну, кстати, кстати, можно сейчас подкопить, построить Керриган. Как вариант просто. О, смотрите, как наши джи-джи. Это вот наши союзники, я так понимаю, противникам пишут. Ну, неужели так быстро все закончится? Обычно эта карта длится очень долго. За час переваливаем. Все, ребят, копим на Керриган. Вот здесь, получается, есть Тор, Керриган и Заратул. Это еще кто? А, есть еще и четвертый, оказывается. Копим на Керриган. Мы сейчас поможем нашим войскам продавить. Хотя, может быть, это и неправильное решение, а может быть и правильное. Видите, они сейчас будут потихоньку продавливать. Надо их контрить. Не хватает ни генералов. Не понял. А тут даже не написано. Ну, она косарь стоит. Но почему-то деньга не написана. Окей. Мы сейчас поможем просто продамажить максимально. Плюс еще, если они подойдут уже близко к нашей базе, то будем постоянно фигачить их. Все, Кера сейчас выйдет. О! Погнали, Керочка. Так, бинданую ее на двойку. Обязательно будут просадки по FPS, ребят. Вы уж извините, ничего я с этим поделать не могу. Потому что здесь очень много войск. Ну и плюс, программа Бандикам, в принципе, не очень любит Близзард. Потому что, допустим, когда в Старкрафте FPS 120, включаешь Бандикам, резко падает он до 80 или того даже, не меньше. В общем, примерно 50-40% FPS режет сама эта программа. Не стоит. Так, давайте я буду потихоньку апать кристалл. Угу. Керочка, давай сюда, детка. Сейчас я вам кастану тут херобуру эту. Вот сюда прям и кастуем. Во, нормально. Держи еще раз. Во, держи. О, хорошо. С плэшом как мы долбим. Мы сейчас ее бабосу-то и отобьем, кстати. За счет Керочки. Самое главное ее не просрать. Потому что ее очень быстро убьют, если до нее дойдут. Поэтому надо не втыкать, смотреть. Чтобы до нее никто не доходил. Давайте, давайте. Продвигаться. Все, смотрите, мы эту пачку уничтожили. И теперь мы уже давим опять. М-м-м. Так. Потихоньку продвигаемся вперед. Сейчас я кастану. Какие-нибудь войска выйдут такие посерьезней. О, вин. 31 минута. Ну, зря я грешил на наших союзников сверху. Да, действительно, у них были косяки в плане фотонок. Но, тем не менее, они продавили, они выиграли. Пока мы возились с нижними, мы... Союзники наши сверху, они все сделали за нас. Вот. Ну, в принципе, мы нижних-то тоже давили. Вы видели сами, да? Что он только выйдет с базы моего. Хлоп сразу. То керочкой прижгем, то еще грейдами. Угу. Так. По ресурсам. Экономика. Ничего себе у тебя бабосов. Вы посмотрите. 13. У меня 7. Да, красавчик. Войска. Давайте лучше вот здесь посмотрим. Уничтожено. Произведено войск. Уничтожено. Ну, вот смотрите, мы какие молодцы. Мы, получается, по экономике примерно где-то, ну, на среднем уровне, да? А по войскам уничтожили больше всего. Ну, вот единственное, тут противник к нам приблизился. Ну, это, знаете, неважно, потому что с нашей стороны могут быть собаки, допустим. И мы будем их легко пустить. А со стороны противника, там, ну, я имею в виду, по верхней линии. Может, там шли торы одни. То бишь, тут-то количество считается. Качество войск-то не измеряется. Ну, дело такое. Ну, что, ребят, на этом давайте завершим. Ссылка с другими видосами, как всегда, в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь. Вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!